Иранов Будда. Будда Добром. Уже устали от этой войны. И они готовы уже даже признать, что Путину эту войну, скорее всего, не выиграть. Но, знаете, тем не менее, при всем при этом, российские элиты все равно не готовы идти наперекор Путину. Ну да, как вы упомянули, никаких изменений я здесь не вижу. Многие сегодня цитируют эту статью. Ну, то есть, насколько я понимаю, они просто пообщались с семи какими-то олигархами. И всеми олигархами сказали, да, нам не очень нравится, что мы не можем ездить в Европу, тратить свои деньги, наши счета заморожены и прочее, прочее. Но, собственно, эта картина, которую мы наблюдаем еще с прошлого года, большая часть путинской элиты, она в целом не поменялась. Их жизненная кредо и цель – наворовать побольше в России и потратить побольше за рубежом. Поэтому они глобально против этой войны. Не с моральной точки зрения, не потому что им жалко украинцев, которые убивают российское страдание, не потому что им жалко украинские города, не потому что они считают это военным и чудовищным античеловеческим преступлением, а потому что вот просто они лишились того уровня жизни, который у них был. А в Краснодарском крае им не очень хочется отдыхать, тем более там периодически дроны что-то взрывают. На Рублевке тоже не очень безопасно. Поэтому их, конечно, не очень устраивает то, что происходит, но делать они с этим абсолютно ничего не собираются, потому что Владимир Путин довольно долгое время собирал вокруг себя людей максимально бесхребетных, максимально неамбициозных, максимально трусливых. Тем не менее, общее такого рода настроение влияет на две вещи. Первое – это, конечно, не то чтобы саботирование, но игнорирование тех вещей, которых хочет руководство России от них. То есть они выполняют свои обязанности, которые им приписывают с большой неохотой. А второе – это, конечно, нельзя исключать того, что кто-то все-таки наберется какой-то смелости, скооперируется с какими-то силовыми ведомствами и, что называется, как-то попробует решить проблему Владимира Путина иначе. Мы не можем говорить, с какой вероятностью это произойдет, кто это может быть, потому что все это очень сильно индивидуально, все это зависит от конкретного человека. Иногда даже трусливые бесхребетные люди способны на то, чтобы совершить какое-то одно в своей жизни правильное дело. Но предсказать это вообще невозможно. Однако общий фон общего неодобрения, опять же, со стороны путинских элит, они, конечно, эту вероятность повышают. Повышают не столько именно какое-нибудь одиночное явление, человек с ножом бежит на Путина, сколько возможность кооперации, когда у вас более-менее одинаковое представление о том, что происходящее вас не очень устраивает. И вот уже в рамках этой кооперации возможны какие-то подвижки, пленения, арест Владимира Путина, обмен его на гарантии безопасности и прочее. Опять же, надеяться на это не особо стоит, но да, это стабильно сохраняется. Отсутствие некоторого изменения в этой оценке путинских элит, оно там, с одной стороны, вот вы говорите, плохо, потому что хотелось бы, чтобы как-то все это во что-то выливалось, но, с другой стороны, хорошо, потому что это означает, что все вот эти реляции о том, что вот мы все выправили, экономика поправилась, все поправилось, все будет хорошо, все будет замечательно, это исключительно официальный официоз, который не имеет никакого отношения к реальности. И с каждым днем этой войны эти люди понимают, что пропасть становится все больше и больше. И, соответственно, да, они это просто фиксируют, не предпринимая никаких усилий, но все-таки отсутствие поддержки широкого круга элит, это такой неплохой кирпичик в фундамент будущего или нынешнего изменения власти. Майкл, а какой запас прочности у этой бюрократической машины, да, российского государства? Вот говорится, что как минимум они там саботируют вот эти все распоряжения, да, со стороны Кремля. Но мы знаем, да, что там российским чиновникам запрещают увольняться, даже если бы они хотели дистанцироваться, им отказывают в этом. Но, тем не менее, вот каков запас прочности, если дойдет дело до вот такого непрямого саботажа? Смотрите, перед тем, как распался Советский Союз, никто не мог представить, что распадет Советский Союз, да, потому что диктаторские системы — это такой довольно закрытый черный ящик. То есть в момент, когда все развалилось, когда все развалится, понимаешь, в момент, когда оно уже развалилось, да. И вот задним числом уже такой, а, чернобыльская катастрофа, а, Афганистан, а, вот это, вот это, вот это, падение цен на нефть. Все это привело суммарно к тому, что, да, вот эта вот система, которая обещала быть вечной, по крайней мере, на словах, она взяла и сложилась как карточный домик, и ни один человек не вышел на усть, чтобы ее защищать. В этом контексте невозможно со стороны оценить запас прочности. Но можно совершенно точно отметить, что этот запас прочности снижается, да. Мы видим, что есть тяжелые экономические проблемы, что российский дефицит бюджета уже превышает заложенный на этот год, а, между прочим, за окном июня, ну, то есть еще полгода впереди, да, дефицит российского бюджета уже превысил плановое значение. Более того, мы видим, что нет источников новых доходов. Более того, мы видим, что, ну, нет источника новой живой силы, которая была бы готова добровольно идти воевать, да. То есть если не задействовать ресурс дополнительной мобилизации или чего-то, то новых людей будет набрать очень сложно. Россия пытается сделать это последние несколько месяцев, ничего не получается. Но если там объявить еще одну мобилизацию, то, опять же, можно столкнуться с каким-то недовольством широким, которое было, например, при первой мобилизации в Дагестане, сейчас будет уже в гораздо большем количестве регионов. То есть мы видим, что на самом деле количество проблем, которые появляются у российского режима, оно растет, да, а количество территорий, оно, наоборот, уменьшается, да. Так, например, Россия уже не очень уверена, что она контролирует Белгородскую область. Вот. И в этом контексте, конечно, накопление, накопленный эффект от всех этих проблем, он, безусловно, давит на эту конструкцию. Но как долго она сможет существовать, мы не знаем. Она может рухнуть завтра, а может рухнуть через пять лет. Это непонятно. В любом случае, не зная прочности этой конструкции, необходимо просто усиливать давление. Потому что какой бы прочной она ни была, при усилении давления до необходимых значений, она, собственно, рухнет. И, опять же, ни один человек в этой стране не выйдет защищать, значит, разваливающийся путинизм, как это было в Советском Союзе в свое время. Майкл, вы упомянули о мобилизации. И вот Пригожин, он прямо говорит о том, что вот просто сейчас уже нужно эту мобилизацию масштабную объявлять, и что, мол, всех под ружье ставить. Вот такие его заявления. Помогите понять, кому он их адресует? Что он хочет такими заявлениями получить для себя лично, для своей вот этой ЧВК Вагнера? Глобально у Пригожина сейчас вендетта с Министерством обороны. Причем вендетта не какая-то самозбродная, а это вопрос выживания самого Евгения Пригожина. Потому что Евгений Пригожин стал большой угрозой для Министерства обороны и в целом для российской власти. Поэтому, когда у них будет возможность, они его сковырнут, что они периодически пытаются сделать, что уже приводит к столкновениям Министерства обороны и группы Вагнер к боевым столкновениям, а не просто на словах, как это было 17 мая на отходах с Бахмута. И в этом контексте у Пригожину важно продемонстрировать, что нынешнее Министерство обороны, принимающее военные решения, делает все неправильно. И ему нужно в этом убедить, собственно, одного человека, а именно Владимира Путина. Собственно, Владимир Путин пока советуется с ближним своим кругом, с генералитетом по поводу военных решений, которые принимаются. Задача Евгения Пригожина продемонстрировать, что его военное руководство не выдерживает никакой критики, а он, Евгений Пригожин, значит, молодец и пионер. И в этом контексте он оппонирует буквально всем действиям, которые совершаются в Министерстве обороны, рассказывает, что они все делают неправильно, в том числе вот в данном контексте, говоря и про мобилизацию. Собственно, он не первый раз про это говорит, он говорит уже третий на моей памяти за последний 30-дневный период. Ну, это вот одна из частей его таких программных заявлений, которые он пытается каким-то образом донести до Путина в том или ином виде, намекая, что он Пригожин эту мобилизацию готов, наверное, провести. Поэтому вот таким образом выглядят, мне кажется, эти взаимоотношения. Ну, и они развиваются все стремительнее и интереснее. Сегодня появилось видео подполковника Веневитина, который удерживался в плену у Евгения Пригожина, который рассказал о систематических похищениях, избиениях и изнасилованиях, которые группа Вагнера применяла по отношению к российским солдатам. В том числе рассказал про то, что группа Вагнера воровала российскую военную технику, танки и многое другое. Поэтому это противостояние выходит уже на более высокий уровень, не просто взаимным обменом упреками, а взаимными обвинениями. Сам Пригожин, напомню, обвинял Веневитина, что он со своей 72-й бригадой заминировал пути отхода группы Вагнера из Бахмута и открыл по ним огонь, когда те попытались разминировать эти самые заминированные дороги. Поэтому противостояние накаляется. Дойдет ли до каких-то масштабных столкновений, не знаю. Очень бы хотелось, честно говоря, потому что чем больше глотка они перережут друг к другу, тем меньше работы для ВСУ. Но мы видим, что по этой линии, в отличие от каких-нибудь олигархов, которых мы упоминали ранее, здесь динамика вполне такая бодренькая и интересненькая, что называется. И как-то развитие этого сериала, оно не то чтобы поражает, но удовлетворяет зрительский интерес своими неожиданными поворотами. В контексте этого противостояния Пригожина с Министерством обороны хорошо ложится то, что он развенчал миф, фейк от Минобороны об уничтожении с вертолета К-52 российского украинских «Леопардов-2». Причем даже, что интересно, в модификации А-6 так было названо. То есть он это, понятно, зачем говорит, но почему это подтвердил Соловьев, помогите мне понять. Он тоже написал о том, что это был фейк. Да там только ленивый не прошелся по ним, даже из этого инкора, потому что, ну слушайте, ну вот так врать нельзя, ну правда. Ну то есть можно там, я не знаю, даже стрелять в какой-то завод, как они это делали, рассказывают, что там в заводе, оказывается, два Хаймарса стояли. Ну поди проверь, да. Вероятность этого нулевая, но по крайней мере визуально не видно. Но тут уж совсем лениво. Прошлогоднее видео, когда вертолетчик стреляет по комбайнам, которые видно. Я до всех этих комментариев, первый раз посмотрел это видео, я посмотрел, это комбайны. Ну это очевидно, танки так не выглядят. Да, даже любой ребенок с раскраской, который когда-либо раскрасывал что-либо похожее на танк, скажет вам, что это не танк. Отдельный вопрос, что на самом деле история с комбайнами тоже вызывает много вопросов, потому что это так-то военное преступление, это удар по мирным людям, которые в комбайнах занимаются сельхозработами. И я надеюсь, что те люди, которые это совершили, будут привлечены к ответственности. И я надеюсь, что они не очень попали, потому что там в конце этого кадра не очень понятно, там ракета вроде долетает до одного из комбайнов, но есть ощущение, что у нас сзади него взрывается, потому что сам комбайн не разрывается. Вот как бы как стоял, так стоит. Не видно сильных взрывов, который бы демонстрировал, что попадание было именно в него. Но это я отвлекаюсь. Ну в общем, вот так врать нельзя, даже по российским меркам это что-то перебор. Поэтому, собственно, это видео опровергли вообще все. На него повелись, по-моему, три человека в мире. Это Владимир Путин, для которого оно снималось, судя по всему, Евгений Попов, депутат Государственной Думы, муж Скобеевой, и, значит, Александр Коц, который называет себя военкором. И если к депутату Попову у меня в этом контексте меньше претензий, ну потому что мы давно знали, что он, во-первых, тупой, во-вторых, он не называет себя военкором, то к тому, кто называет себя военкором и публикует это видео, говоря, что уничтожены какие-то танки, ну слушайте, мне кажется, даже у аудитории этого человека должны появляться большие-большие вопросы. Вот, поэтому это такой, да, довольно странный. Можно вообще, Россия сейчас много всего делает, там и фотошопленные есть в большом количестве фотографий, фотографии старой техники. Сейчас вообще большая сложность, да, для, там, более-менее независимых аналитиков, потому что Украина приняла решение, и правильно приняла решение, не сообщать о своих действиях, не публиковать никакие фото и видеозаписи в рамках, там, то ли контрнаступления, то ли разведки боем, то ли еще чего-то. Это правильно, но проблема заключается в том, что в итоге у нас есть хоть какие-то, да, там, аудио-видеоматериалы, не только от России, половина из которых фейки, и, в общем, на них строить картину происходящего довольно проблематично. Поэтому, по большому счету, сейчас никто не понимает, что именно происходит, там, не знаю, например, на Запорожской области проходило минувшую ночью, и это несколько осложняет работу. Но если российские, почитайте, то есть, да, вообще, они уже, сколько они там, они уже, говорят, 7 тысяч людей, мы уничтожили, что-то там 20 танков и все остальное, здесь я даже не прочитываю. Обычно я гипертрофирую, говорю, типа, 15 миллионов и все такое, но вот здесь нет, это реально цифра, которую они называют, 7 тысяч человек, говорят, уничтожили, за три дня, ну, это невозможно. 7 тысяч человек за три дня, это там, я не знаю, какой-нибудь выстыка в Нормандии. Ну, это бой такого масштаба, такой продолжительности, такой интенсивности, который, собственно, не смелся. О чем и Пригожин писал, надо сказать, уже не касаясь этих комбайнов. До этого он комментировал заявление Министерства обороны о том, что там 8 леопардов уничтожили, полторы тысячи человек, или две тысячи человек убили. Он тоже говорил, что, слушайте, еще, наверное, на Марс высадились, потому что, ну, полторы тысячи человек за несколько часов, это невозможно. Это бой, это мясорубка, которая идет в сутки, и то не факт, что полторы тысячи человек убитыми будет, вот, с одной стороны. Ну, в общем, да, там какие-то фантазии на фантазии, к сожалению, там, в ближайшие несколько дней, а то и недели, мы не будем иметь полной адекватной картины, но я это уже видел. Я это уже видел во время харьковского контрнаступления украинского, когда российские, пророссийские военкоры Министерства обороны неделю писали, что вообще громим направо, налево, все под контролем, все очень хорошо, а потом бежали с такой скоростью, что даже танки не успели заминировать свои оставленные, в итоге пополнили автопарк, технопарк Украины, большим количеством военной техники, встав на вторую строчку по количеству поставленной военной техники Украине в этой военной кампании. Продолжение следует...